О строительстве крематория в Сочи задумались еще в 80-е годы. Объект должен был войти в комплекс Барановского кладбища. Были даже проведены необходимые обследования почв и выполнены противоползневые мероприятия. Общая площадь комплекса должна была составить 40 гектар. Теперь проект придется разрабатывать заново с учетом строгих экологических и санитарных требований, ведь район улиц Высокогорной и Тимирязева сильно разросся. Но главная дискуссия развернулась вокруг этических и религиозных вопросов кремации. Глава города призвал учесть все мнения. Однако в целом идею о строительстве крематория Анатолий Пахомов поддержал. Земля в Сочи в большом дефиците, говорят архитекторы. Тем более та, что подходит для захоронений. Рано или поздно город столкнется с проблемой нехватки земель. Строительство крематория – дело не одного месяца. Делать это необходимо заранее, тем более пока есть инвестор, готовый вкладывать в это деньги. Разумно все-таки предусмотреть такой способ захоронения в городе, альтернативно, это вот в виде кремации. Во всех городах больших страны уже такой элемент есть. Но к компромиссу члены совета пока не пришли. Возможно, вопрос будет вынесен на более широкое общественное обсуждение. Единственный вопрос, который на заседании был принят практически единогласно, строительство памятника Цирюльнику. Его установят на улице Гагарина перед Академией красоты уже до конца этого года. Цирюльник – это парикмахер, это стилист, это возможность почувствовать нашей одной из наполняющих бюджет города в сфере, сфере услуг и бытовых услуг, почувствовать себе внимание. Кстати, этот памятник будет единственным в России. Увыковечить эту профессию в камне и бронзе пока никому не приходило в голову. Однако у архитектурного сообщества возникли вопросы к дизайну скульптуры, в частности к ее гранитному постаменту. Решено доработать проект. Как будет выглядеть сочинский цирюльник станет известно в конце этой недели. В целом же участники заседания остались довольны обсуждением. По их мнению, разговор получился конструктивным, а это главное. Елена Взецна, телекомпания ФКТ.